Александр Денисов всю жизнь живет в железнодорожном районе Самары. Говорит, влюблен в липы, которые цветут на Крымской площади в начале лета. После того, как территорию обновили, ему захотелось, чтобы здесь проходили яркие события для местных жителей. Так и родилась идея создания фестиваля «Липовый цвет». Дух этой площади заключается в том, что здесь одно из немногих мест, где цветут липы. И в конце мая, начало июня обычно они расцветают, и здесь стоит шикарнейший аромат. И сюда всех притягивает всегда. И вот с этой идеей я пришел к главе администрации и предложил ему провести детский фестиваль. Глава железнодорожного района Самары Вадим Тюнин инициативу воспринял с энтузиазмом. Говорит, важно давать возможность детям самовыражаться и проявлять свои дарования. На сайте районной администрации опубликовали приглашение к участию в конкурсе. Отборочные туры проходили онлайн. Показать свои таланты могли дети всех возрастов. Они присылали видео выступлений, которые отсматривала конкурсная комиссия, состоящая из депутатов, представителей районной администрации и общественников. Самыми юными участниками оказались четырехлетние малыши. Номинации четыре – художественное чтение, пение, танцы и игра на музыкальных инструментах. На самом деле выбрать было очень сложно. Реально ребята отдавались, работали с полной самоотдачей, с душой и даже выбрать было очень сложно. Этот праздник мы придумали пока как районный, но если вот сейчас все пойдет удачно, а я думаю, что всем понравится, мы будем предлагать его уже и на городской уровень в том числе. Праздник-то в общем-то интересный, праздник такой нужный, потому что дети – это действительно наше будущее. И если мы будем поддерживать своих детей, если мы будем их счастливыми делать, то, наверное, и будущее наше будет счастливое и светлое. Карина Курощупова пытается держать эмоции под контролем, хотя и волнуется. У нее премьера. За спиной у девочки четыре класса обучения в музыкальной школе, но в составе ансамбля впервые предстоит выступить перед широкой публикой. – Ты сейчас от музыкальной школы здесь будешь выступать? – Да. – Что вы сыграете? – Ансамбль. Ансамблем вальс. – А сколько у вас человек в ансамбле? – Шесть. Мы именно вот это играли, мы заснялись, нас вот сюда позвали. В каждой номинации было выбрано по четыре победителя, но без подарков не ушел никто. Ребятам вручали билеты на различные экскурсии по городу, в музеи и сертификаты в парке аттракционов. Виктория Шарая, Максим Гусев, События.